Был некогда такой оппозиционный политик Константин Боровой, кто последнее время несет Константин Боровой относительно Зеленского, я даже не знаю, как это характеризовать. Одним словом, лично для меня оппозиционный политик Боровой закончился. Но, слава богу, не все так плохо, есть еще Андрей Пионковский, который меня и остальных не разочаровывает, чутье его не подводит, несмотря на возраст. Итак, очередная статья Андрея Пионковского о капитуляции Украины. Для меня самым значительным событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на его пресс-конференции с российскими журналистами о том, что Украина фактически признала, инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева. Эту фразу Путин произнес примерно в полдень, по Осаке 29 июня. С тех пор прошло более полумесяца. Никакого опровержения со стороны Владимира Зеленского этого утверждения, меняющего все в понимании войны Украины и России и в отношении к ней окружающего мира, не последовало. Да и как оно могло прозвучать, если Путин просто ученически повторил формулу самого Зеленского? Вспомните драматическую сцену «дебата» на стадионе, когда Зеленский обвинил своего оппонента Петра Порошенко. «Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы». Конец цитаты. Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский. Более того, Зеленский откровенно выступил на стороне кремлевских агрессоров в своем конфликте с Украинским министерством иностранных дел по поводу захваченных украинских моряков. Путин не исключено планирует завершить этот спор славян эффектным предвыборным ходом, вернув моряков за день-два до выборов, признавшим вину Украины политикам Медведчуку и Зеленскому. Вся предвыборная кампания Зеленского построена на его позиционировании себя как кандидата партии мира, который борется с некой партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии объявились войной, развязанной Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское сознание почти всеми украинскими телевизионными каналами, которые контролируют или Виктор Медведчук, или близкие ему по духу олигархи. Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное влияние на Зеленского и его ближайшее окружение. Украинцам целенаправленно внушают две идеи. Первое. Все предыдущие пять лет в Украине у власти оставалась кровожадная партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира. Второе. То, что происходит в Украине, это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой. Этот дискурс Альфа и Омега российской политической пропаганды – ядро ее информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные ими украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины, за оказываемое агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский добавил еще один кремлевский тезис о заинтересованности США в разжигании гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций. Свою информационную и психологическую победу Кремль торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш, привести в раду капитулянское большинство. В Украине есть капитулянское прокремлевское меньшинство, может быть где-то 20%, но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции «Коллективный Зеленский». Информация, которую мы получаем о людях, внесенных командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийные списки, подтверждает, что они не мифические слуги народа, но либо слуги Коломойского и других олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы, невероятная математическая комбинация. Капитулянское меньшинство населения Украины может представлено быть в Раде большинством депутатов. Это большинство создадут «невнятная партия неизвестных слуг» и откровенно пророссийская партия Медведчука-Бойко-Рабиновича. Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре президентских выборов за Бойко-Медведчука, дисциплинированно проголосовали во втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух частей – патриотической и капитулянской. Капитулянская автоматически вернется на выборах в Раду, и Медведчуку Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля очарованную ими часть патриотического электората. И получив большинство в Раде, а тем самым рычаги власти в парламентско-президентской республике, он сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чем горячо убеждают своих кремлевских кураторов профессиональные украинские халуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу? Зеленский – единственный своей команды, кто продолжает время от времени делать какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам маркеры «Я свой». Помните, например, его ответ на угрозу Путина «предоставить паспорта всем украинцам». Я даже знаю, какой именно кремлевский жулик записал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока срабатывает. Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа не исключено проснется совсем в другой стране. В Украине, в которой все ветви власти, постпрезидента, рада, суды и пресса будут контролироваться капитулянским триумвиратором – Зеленский-Коломойский-Медведчук. Я знаю, с какими проклятиями обрушатся на меня сейчас свидетели Владимира. Мне не привыкать. 20 лет назад в ходе другой избирательной кампании я сказал – путинизм – это война. Это информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это контрольный выстрел в голову России. До сих пор участники российской Сеслибовской клаки не могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские полезные идиоты прозреют, надеюсь, значительно быстрее. Не за годы и десятилетия, а за недели. Напомню свою позицию по Минским соглашениям. Правду повторять легко и приятно. И она была высказана мной уже после заключения этих соглашений. Цитата. Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое примирение и фиксация новой, более выгодной для Кремля, линии разделения сторон. Все остальное из области научной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности Украины без Крыма, разумеется, только крючок, на который после провала своего амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвести украинское руководство. Кремлевской ловушке можно противопоставить только последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма. Это временно оккупированные агрессором территории. У Украины нет военных возможностей их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная ответственность за то, что там происходит, политическая, экономическая, гуманитарная, лежит на оккупационных властях агрессора. Моральная и юридическая обязанность украинского государства обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные районы и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление территориальной целостности, в единое политическое пространство – «это все игра на Путина». Стратегия Путина – задушить Украину не обязательно военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с ней в кошки-мышки в минимум территориальную целостность. Конец цитаты. Что можно к этому добавить через четыре с половиной года? Да, пожалуй, только одно. Несколько упомянутых, выше доведенных до отчаяния трактористов и шахтеров были убраны российскими спецслужбами в результате внутренних разборок. Как было сорвано, Москвой первое перемирие через день после подписания соглашений также срывались и десятки других, включая недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения огня необходима демилитаризованная зона около ста километров вглубь оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами. Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через восстановление ее территориальной целостности требуется постоянное напряжение на линии разделения и новые потери с обоих сторон. Империи не нужен какой-то там лакомый кусочек территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией. Путинская интерпретация Минских соглашений без выполнения России взятых на себя обязательств усиленно навязывалась Киеву в 2015-16 годах, в том числе с участием лидера Франции и Германии. К чести украинской дипломатии она отразила этот натиск. При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных из России, возвращение Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины. Представьте себе, что случится с Южной Кореей, государством намного более богатым, чем Украина, если она согласится на возвращение в кавычках «Северной Кореи» при сохранении Ина и многомиллионной армии неограниченной поддержки соседнего Китая. Единственное средство защиты украинского государства от этой угрозы – изоляция, демилитаризованная зона на 100 километров с международными миротворцами. Однако вся, уже благожелательно услышанная в Москве риторика Зеленского и его говорящих голов говорит совсем о других намерениях. При всех тактических противоречиях и их высказываниях выделяется одна доминирующая линия, которая после 21 июля станет политикой, овладевшей всеми институтами власти сил. Это навязанный Кремлем нарратив о внутреннеукраинском конфликте и необходимости его преодоления. Это возвращение в кавычках в объятии Украины братских ДНР и ЛНР, на путинских условиях, без всяких изменений в сепаратистских республиках. Украинский олигархат, выросший на бандитских схемах с российскими коллегами, устал от конфликта с путинской Россией. В цивилизованном европейском бизнесе ему ничего не светит, но за возвращение и прощение грехов 2014 года надо заплатить предательством самой идеи Украины. Если у вас еще остались сомнения по поводу той капитулянской публики, которую слуги народа приведут 21 июля в Раду, прочитайте интервью главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Важнейшим показателем уже во многом состоявшегося реванша является массовое возвращение командированных из России в Украину политиков и чиновников времен Януковича. Динамику ползучего реванша чутко уловили во внешнем мире. Запад никогда не будет более проукраинским, чем само украинское руководство и с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти, что, собственно, уже и произошло с возвращением России в пассе. Андрей Пионтковский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин